Всем привет! Вы на канале Bodybuilding Crush. У нас часто спрашивают, зачем вы выпускаете видео с замерами мерных ложек. Это никому не интересно. Сейчас объясню на конкретном примере. Итак, у нас BCA от компании Genetic Lab 2.1.1. Взяли мы их на анализ и на обзор. Сегодня проверим мерную ложку. Вот такая у них мерная ложка. На ней написано 10 мл. Но это не означает, что в нее вмещается 10 грамм. Это всего лишь 10 мл воды. А количество порошка сюда может вместиться разное в зависимости от того, какой тяжести этот порошок. Итак, у нас мерная ложка полукруглая. Нам не получится ее взвесить. Поэтому сегодня будем использовать вот такой вот стаканчик. Итак, значит, у нас производитель в описании заверяет, что одна мерная ложка у нас 5 грамм. Проверим, так ли это на самом деле. Взвешиваем сначала сам стакан. Он получился у нас 1,74. Сбрасываем тару. Многие думают, что мы почему-то старый замеряем. И зачерпываем непосредственно сами BCAA. Когда производитель не указывает с горкой или без горки, то нужно насыпать вровень с краями. Вот так вот у нас получилось. Насыпали вровень с краями. И пересыпаем в стаканчик наш. Итого у нас вместо 5 грамм получилось 6,8. То есть производитель в данном случае нас некорректно информировал о своей мерной ложке. Заявляет, что 5 грамм по факту 6,8. Для чего это делается? Чтобы побыстрее израсходовали продукт. Чтобы больше была эффективность. Вам кажется, что вы пьете 5 грамм. Из них там у них сколько-то? 4,5 грамм BCAA. А на самом деле вы пьете 6,8 грамм порошка. И из них BCAA уже соответственно больше. Больше эффективность. Быстрее расходуется порошок. Вам кажется, что продукт работает лучше. Вы покупаете быстрее следующую банку. Чтобы не было такого перерасхода. Мы именно и показываем, сколько порошка содержится в мерной ложке. И самое главное, что это не только в этом продукте. Не только в Genetic Lab. А практически все производители грешат с мерными ложками. Практически у всех она неправильная. И все кладут мерные ложки больше. А некоторые даже и намного больше. Именно поэтому мы снимаем такие видео. Сейчас попробую замерить 5 грамм. И покажу, как правильно отмеривать. Путем подбора удалось получить 5 грамм. Вот приблизительно вот так вот они выглядят. То есть не полная мерная ложка. Это у нас будет 5 грамм порошка. О которых говорит у нас производитель. Но уже завтра мы узнаем, сколько же BCAA содержится в этом продукте. Это будет первый в российском YouTube количественный анализ на содержание BCAA. Все, встречаемся завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.